Всем привет, ребят! Меня зовут Саша Рауш. Сегодня у нас на обзоре посылочка из золотого яблока. Я вообще не визажист. В макияже я новичок, так сказать. Мне интересно пробовать что-то новенькое и делиться этим с вами. Даже макияж, который на мне сейчас, это не моих рук дело. Я только что приехала со съемок. Давайте ближе к делу, давайте начинать. Начнем мы с уходовой косметики. Первым у нас идет скраб от Сами Бьюти. Кстати, с ним мое первое впечатление было очень обманчивое. Потому что, когда я взяла его в руку, я подумала, блин, что это у меня за кучка осколков на руке? Почему такие жесткие гранулы? Но когда я начала его растирать по телу, я поняла, что я вообще ошибалась. Он как будто бы прямо вот тает на коже. Вот эти вот гранулы в комбинации с маслом очень приятны к коже. Конечно же, такой добротный слой масла был. Но он потом быстро впитался, ну, буквально 10 минут. Лучше не ложиться сразу в кровать. Ничего страшного, это не критично. Главное, что кожа напитанная, увлажненная. Мне прям очень понравилось. Запах прям, вот мой парень даже отметил, что открывается дверь. Просто сногсшибательный аромат. Очень вкусно пахнет. 10,10. Далее из ухода у нас шампунь. Заявлено, что он борется с перхотью. Честно признаться, я борюсь с этой проблемой уже достаточно долго. И мой парикмахер посоветовал мне попробовать этот шампунь. Я успела попользоваться им только один раз. Мне помогло. Может быть он имеет какой-то накопительный эффект. Я не знаю. Но с первого применения ничего не произошло. Но он очень вкусно пахнет. Он круто очищает кожу головы. Мне понравилось качество волос после него. Посмотрим. Я ни в коем случае не буду его забрасывать. Я буду пробовать. Если не будет помогать с перхотью, купим что-нибудь другое против перхоти. Но его я оставлю. Он мне в принципе понравился. Если, конечно, бы он не заявлял, что он против этой проблемы, то окей. Была бы 10 из 10 тверда, такая вот оценочка. Но нет. Далее тоже, что я заказала для волосиков, это расчесочка. Я очень хотела попробовать Тангл Тизер, но увидела на скидках что-то похожее. Это фирма Жанек. Жанеки. Жанеки. Не знаю. Приятно очень расчесывает. Никаких неприятных ощущений нет. Она компактная. Она круто. В сумочку пойдет. Тут не маленькая такая площадь расчесывания. Можно так сказать? В общем, сама вот эта чесалка, она не маленькая. Но ручечка маленькая. За счет этого хорошая компактная расчесочка получилась. Мне понравилось. Мицеллярная вода от Пусть. Вот что следующее у нас на обзоре. Я кучу всего хвалебного слышала про эту мицеллярную воду. Не стала отказывать себе тоже в таком вот удовольствии. Решила попробовать. Это самая лучшая мицеллярная вода, которая когда-либо у меня была. Минимальный расход. То есть вам хватит пару ватных дисков. Ну, конечно, вот на такой макияж, который у меня сейчас. Тут 4-5 достаточно такой плотненький у меня сегодня мейк. Еще вот у нее нажимчик. То есть это еще больше экономит расход. Круто. Кто любит минимализм, вот баночка. Вообще обожаю бренд Пусть. Следующая на обзор у нас энзимная пудра от Art & Fact. Крутой бренд. У меня вообще никаких претензий к нему нет. Вообще не могу ничего сказать плохое. Только хорошие. У меня были всякие сыворотки от них, умывалки. Все вообще 10 из 10. Мне всегда все подходило. Решила попробовать новый для себя продукт. Энзимная пудра. Мне посоветовал ее косметолог. Не конкретно эту фирму, а просто попробовать, что такое энзимная пудра. Я любительница открывать для себя новинки в уходе. Поэтому я решила попробовать. Как я поняла, такая вещь борется с воспалениями. Борется с жирным блеском. Что, кстати, мне очень даже надо. Растворяет сальные пробки. В общем, у меня такая достаточно пористая кожа. И, ну, жирнится. Жирнится эта зона. Мне хочется блеск на коже. Но хочется такой свежий блеск. Знаете, как у Хейли Бибер. В общем, я воспользовалась ей уже пару раз. Честно признаться, я круто удивлена. Мне понравился эффект сразу же после умывания. Она очень хорошо очищает кожу. Кожа бархатистая, гладкая. Прям такая отполированная, знаете. Вообще классный эффект. Вот эффект на лицо. И я ставлю этому продукту 10 из 10. Реально очень круто. Попробуйте, если вы тоже сталкиваетесь с подобными проблемами. Теперь с уходом все. Давайте переходить к декоративной косметике. Решила я протестить достаточно шумный бренд. Который называется Мина. Или Зина. Или Трина. Как хотите. Я не знаю. Первый лот это палеточка теней. Я выбирала по оттенкам. Я как будто бы уверена, что я всеми ими буду пользоваться. Они все прям мои. Палетка для тех, кто любит нюдовые макияжи. Очень классный сатиновый блеск. Крутые матовые оттенки. Палетка на каждый день. Ничего плохого про нее не могу сказать. Компактная, удобная палетка. Тоже тени. Только жидкие. От бренда Рад. Это вообще мой мастхэв. Я беру уже второй такой тюбичек. По-моему, у меня был немножко в другом оттенке. Но они все приблизительно одинаковые. Там три вида. Этот, наверное, более розовый. Мне никогда так много не делали комплиментов по поводу моего макияжа. Кроме как тогда, когда я его наносила. Блин, я так сложно говорю, наверное. Короче, частенько спрашивают у меня, что у меня на глазах. Я им с гордостью отвечаю, что это прекрасные тени от фирмы Рад, которые можно купить, наверное, только в Золотом Яблоке. Не знаю, поищите. Но если возьмете, то вы точно не прогадаете. Крутые тени. А, что-то я так пошла по глазам, да. И забыла показать еще один продукт от Зины. Трины Мины. Блин, вроде как Мина. По-правильному. Это у нас хайлайтер в стике. Очень прикольная упаковка. Мне очень нравятся такие вот форматы матовые. Да, конечно, они потом заляпываются немножко быстрее, чем обычные флакончики. Ничего страшного, зато эстетик. Первым делом я обратила внимание на одушку. Очень-очень приятная, нежная, пудровая. Пудровый аромат. Золотой оттеночек такой, немножко теплый. У меня таких хайлайтеров нет. И вообще у меня нету хайлайтера в стиках. Но я еще его не использовала, поэтому оценки дать не могу. Идем дальше. Биби-крем от Миша. Я видела у многих визажистов на столике вот такой вот именно тюбичек. Прогадала с оттенком. Взяла на два тона темнее. Вроде сначала ты его наносишь, и ты такая морковка, знаете. Но он как-то по-особенному подстраивается под твой тон кожи. И выглядит как будто бы неплохо. То есть я буду им пользоваться. Вообще по-хорошему лучше бы купить такой же, но светлее. Пока мне не надоест быть таким эффектом загара, буду краситься им. Пудра от бренда Anastasia Beverly Hills. У меня есть тени от Настеньки. Блин, не знаю, как кратко назвать этот бренд. Очень нравится. Здесь вот уже оттеночек достаточно светлый. Я ее взяла, чтобы делать бейкинг. Как я уже говорила, у меня жирница Т-зона. Классно брюлит. Мне очень понравилось. Свежо. Без вот этих залипаний. Без всяких вот набиваний пор. Забиваний в мелкие морщинки. Ноль минусов. Пока что. Попробуйте. Может быть вам тоже понравится. Консилер с эффектом фотошопа от бренда Illusor. Впервые вижу такой бренд, но как будто бы на слуху было что-то. Не помню. Очень взяла попробовать. Эффект фотошопа реально есть. Он очень быстро фиксируется. То есть, если ты нанесла и что-то там дальше пошла делать, нет, так не прокатит. Он прямо застывает, схватывается. Все. Дальше только можно растушевать, но сложно. Лучше сразу. Он такой вот сухенький. Хотя под глазами сухо не выглядит. Но очень странно я заметила, что у меня вот подбородок, больше проблемная зона. И когда я тут наношу этот консилер, он скатывается. То есть, такими как... Но опять же, может быть здесь жирная зона. Не знаю. Вот под глазами хорошо. Вообще классно. Мне понравился. Берем, девчонки, если кому-то нужен фотошоп. Без фотошопа. Попробуйте. Культовые румяшки. Блин, румяшки мне не нравятся. Культовые румяна от KIKO. Ой, какой KIKO, блин. Ты что это? Какой KIKO-то? Подождите. Дубль три. Культовые румяна от SHIKO. Оттенок супер. Но я как будто бы не умею пользоваться жидкими румянами. Да, это мой первый опыт, но либо я их растушевываю в ноль, либо они ложатся как-то пятнисто. Я буду пытаться, я буду пробовать, я буду смотреть туториалы, но я все-таки докопаюсь. Почему же он такой крутой? Цвет бомбовский. На губке так чуть... Ну, мне понравился. Может быть, я просто тут развыпендривалась, конечно, немножко, но буду дальше пробовать. Вот еще для глазок у нас есть подводка от Vivienne Sabo Cabaret. Я ее взяла только потому, что я просто обожаю тушь Cabaret от Vivienne Sabo. Блин, это вообще крутая линейка. Посмотрим, как будет на глазах себя вести под водочком. Думаю, что все будет хорошо. И последняя у нас на обзоре это помада от Lancome. Это моя любовь с первого взгляда. Во-первых, зацените, какая упаковочка. Сейчас вам СМР чуть сделаю. Зацените, какая классная упаковка. Дорого-богато, в общем. Не сказала бы, что это удобно, но ладно. В общем, оттенок. Брала на свой страх и риск. Я вот таким оттенком очень любила пользоваться в 18-19 лет. Такой, не знаю, терракотовый, терроранжевый, терракоричневый. В общем, ну что-то между. Каково качество? Ну, Lancome это вообще что-то крутое, да? Во-первых, очень бархатистая текстура. Очень круто ложится. Можно даже губы никак не подготавливать. Красиво, стойко. Совершенно не чувствуется на губах. Это для меня очень важно. Мне важно, чтобы помада была невесомая. Очень классно. Одно удовольствие пользоваться вот такими продуктами. Просто невероятно. Ну что ж, ребята, на этом все. Пожалуйста, делитесь своими находками, мастхевами у меня под видео в комментариях. Потому что мне это дико интересно все изучать, смотреть. Подписывайтесь на меня здесь и в других соцсетях. Я очень благодарна, что вы досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok